Рак молочной железы, пожалуй, один из самых распространенных в мире. В Брестской области на протяжении 10 лет заболеваемость этим недугом возросла в 1,2 раза, до более чем 80 случаев на 100 тысяч женщин. Традиционно в октябре во всем мире проводят месячники профилактики рака молочной железы. Прошла акция в областном онкологическом диспансере. Я сейчас за час принял больше 10 пациентов. Все сегодня силы свободные в виде врачей, которые не заняты в операционных, скажем так, брошены на эту акцию. Привлечены специалисты, все, которые владеют вопросами диагностики, профилактики, лечения заболеваний молочной железы, не только рака, но и доброкачественных образований. Для улучшения диагностики заболеваний молочной железы в Брестской области проводится скрининг. Обследование осуществляется путем маммографического исследования. Чем мягче плотность железы, тем больше возможностей у маммографии. Поэтому, собственно, начало скрининговых исследований без каких-то жалоб начинается, как правило, с 50 лет во всем мире. В том числе и по белорусской программе скрининга тоже. 50 лет – это старт маммографии. На первый план сейчас выходит мультимодальность, то есть доктору желает навладеть всеми методиками. Существуют три кита – маммография, УЗИ и МРТ. Во время акции в Брестском областном онкологическом диспансере, помимо консультации специалистов и направления на маммограф, у женщин была возможность пройти и УЗИ-обследование. Узнала по интернету про акцию и обязательно решила. Я сегодня была на приеме до врача, очень хорошие рекомендации получила и надо обязательно посещать. Также у пациенток была возможность проконсультироваться у специалиста по рациональному питанию и здоровому образу жизни. Основа всего – иммунитет, большую роль в котором играет здоровый кишечник, нормальную работу которого может обеспечить клетчатка, находящаяся в овощах и фруктах. Отказ от вредных привычек и фастфуда, физическая активность, сбалансированное питание и употребление рыбьего жира – то, что позволит чувствовать себя хорошо. Стоит обратить внимание и на такой полезный витамин D. Сейчас доказано, что он является профилактикой 16 видов раковых заболеваний. И поэтому увеличена норма употребления витамина D. Значит, у нас в стране она составляет 2000 международных единиц в день. Это профилактическая норма. То есть, если уровень витамина D в крови низки, значит, лазировок увеличивает врач до 8 и до 10 тысяч международных единиц, чтобы повысить до уровня нормы, а после этого уже потом можно будет принимать профилактические дозировки. Всего за время акции консультации врачей получили 127 пациенток. Обратиться к специалистам можно и в другие дни. Врачи напоминают, что при раннем выявлении и надлежащем лечении рак молочной железы можно вылечить с высокой степенью вероятности.